Денис Дворяшин 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 даже техника. Из строя на сегодняшний день вышли три трактора. Обледенение дорог и тротуаров еще одна проблема весны. И над тем, чтобы ездить и ходить было не скользко, тоже работает служба благоустройства, ежедневно посыпая улицы противогололедным материалом. Также сегодня на еженедельной планерке Андрей Бральнин дал в поручение начальника управления городского хозяйства Алексею Нарицыну своевременно провести все конкурсные процедуры, касающиеся благоустройства территорий, которые участвовали в рейтинговом голосовании. Напомним, изначально планировалось благоустроить лишь одну территорию победителя, то есть сквер советов. Но учитывая, что в Ичигодске в этом году празднует 70-летний юбилей, было принято решение отремонтировать и две общественные территории в поселке, которые также участвовали в рейтинговом голосовании. Так, на Ичигодский сквер по программе «Комфортная городская среда» планирует направить более трех миллионов рублей. Еще пять с лишним миллионов на обустройство Белкиного парка за поселковым ДК. Победителю рейтингового голосования скверу советов достанется самый большой кусок финансового пирога – 8,5 миллионов рублей. У городского совета ветеранов появилась своя группа ВКонтакте. Конечно, пока подписчиков здесь немного, но учитывая, что группе всего шесть дней от роду, неудивительно. Вообще ресурс создан для того, чтобы пожилые люди, а их с каждым днем осваивает интернет все больше, могли своевременно узнавать актуальную информацию, следить за новостями и знать обо всех мероприятиях, которые проходят в городе. Так, например, в минувший четверг для ветеранов Котласа в Центре народного творчества устроили масленичные гуляния. Для пожилых людей специалисты ЦНТ подготовили праздничную программу с традиционными песнями, плясками и веселыми конкурсами, судя по которым, азарта у ветеранов ничуть не меньше, чем у молодого поколения. Также сотрудники центра показали своим гостям интерактивную сказку про Емелю-дурачка, которая вызвала у зрителей настоящий восторг. Вообще, Котлас с размахом отпраздновал масленицу гуляния, прошли во всех микрорайонах города, но эпицентром событий по традиции стал городской парк. Масленичные забавы начались с самого утра. Для маленьких зрителей артисты Дворца культуры устроили целое представление. Музыкальная сказка про семерых козлят с невероятно харизматичным волком в главной роли вызвала у детей настоящий восторг. После представления зрители разделились на команды. Участникам предстояла игра по станциям, часть из которых, а именно стрельба из лука и бой на мячах, сразу оказались переполнены желающими. Упрощенный вариант для детей. Оружие мягкое, четыре мягкие, шума мягкая. На самом деле, как бы доспехи и оружие стальное у нас. Спортивные мячи, которые допускаются на соревнованиях, они весят от кило 250 до 850. Кому-то кажется, это легко, но на самом деле, когда на тебе доспех, меч, это очень даже нелегко. Реконструкторы также показали юным воинам мастер-класс, устроив настоящую битву в полном обмундировании. И пока одни упражнялись на мячах, другие метали блины, разумеется, пластмассовые. И даже боролись в круге, пытаясь вытолкнуть соперника. Традиционные русские забавы – дань традиционному празднику, который, по обычаю, славяне отмечают целую неделю, начиная с понедельника. «В понедельник – это у нас встреча. Встречали зиму, вернее, весну встречали, а зиму провожали. Вторник у нас, вторник. Заигрывали. Заигрывали, да? Заигрывали. Гуляли, гуляли. Леда, лакомка. Готовили разнообразные угощения. «В четверг разгуляй». «В четверг разгуляй». «В пятницу». «Тещины вечерки». «Тещины вечерки». «Тещины вечерки». «Заловкины посиделки» в субботу и в воскресенье проводы масленицы. «А мы зимушку провожаем, а пленами весну угощаем». Масштабные гуляния развернулись и в городском парке. Танцы, песни, концертные номера и разнообразные конкурсы. От зимних забав до дефиле в валенках и праздничного парада. Первое, с чем ассоциируется масленица, это блины. Правда, в этом году наша съемочная группа не нашла ни одного места, где бы пекли это лакомство. В многочисленных палатках продавали уже готовую продукцию. Правда, котлашан это не смущало. По их словам, блинов они наелись с лихвой, в том числе и дома. С неделю мама пекла, теща приглашала. Четверг жена тоже не отстает, пекет. А сами дома блины печете? Обязательно. Есть какие-то свои семейные традиции или секретные рецепты? Да нет, все как обычно. Ну с чем блины кушать? Как обычно, со сметаной. Да, да, пекли. А кто вас пек? Я. Я пекла, а он на работе был. Одним из самых ярких событий праздника, конечно же, стало покорение масленичного столба. По традиции, желающие попытались добраться до призов, расположенных на самой верхушке. И долгое время это никому не удавалось. Намного тяжелее, чем в том году. Почему? Ну в том году с первого раза нормально заползли. А в этом вообще тяжко. А ты в том году заползал прям наверно, да? И какой приз тогда выиграл? Мотиварку. Примечательно, что в этом году за подарками на стол пытались забраться не только юноши, но и девушки. В итоге это удалось двум молодым людям. Первому достался термопод, второму – электрическая мясорубка. По традиции, кульминацией праздника стало сожжение чучела масленицы. В старину этот пепел развивали над полями, в ожидании богатого урожая. Итак, все мы героически преодолели масленичную неделю с ее бурным весельем и чревоугодием. А некоторые наши телезрители соединили эти два масленичных компонента в своих видеороликах. Они стали участниками флешмоба под названием «Блин перевертыш». Условия были опубликованы в группе Котлас ТВ ВКонтакте. Котлаша нам предлагала снять видео о том, как ловко или не очень перевернуть блин на сковородке. Посмотрим, что из этого получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как проходит масленица, знают все. А вот что такое мото-масленица, известно немногим. В масленичную субботу 9 марта в районе Двинопарка прошли открытые городские соревнования по зимнему мотокроссу. Победы гонщики посвящали своим дамам сердца, а ревам моторов так напугали зиму, что снег стремительно начал таять. Подробности у Аллы Лайковой. На мото-масленице не было конкурсов с блинами. Не пели здесь песен во имя солнца, чучело тоже не жгли. Мы хотели сжечь мотоцикл, но госпожнадзор был не в восторге. Тем не менее, главные традиции весеннего праздника на мото-масленице учли. Здесь было шумно и весело. Получив от пожарных запрет на сжигание мотоцикла, гонщики жгли на мотоциклах. На старт красочи не выезжали, врывались с громким рычанием. Мотосоревнования в Котласе проходят трижды в год. Масленичные заезды впервые состоялись прошлой весной. Организовывает их руководитель спортивно-технического клуба молодежного центра Олег Янович. Его поддерживают городской спорткомитет и местное отделение ДСААФ. Кстати, трассу для гонок организаторы специально не готовили. Все неровности и препятствия в виде снежной каши сделала природа. Трасса как бы хорошая, а еще нет. Самое главное в этом деле шипы и протектор. Ну а так подразмесили тепло, думали, это конечно похолоднее будет, потверже. Ну а так в принципе все нормально. Вы давно занимаетесь этим спортом, и почему именно этим? Ну с детства мотоциклы нравились, а так как бы кросс это и адреналин, и как бы развлечение. Кроссовый мотоцикл это максимально облегченный вид техники, сконструированный для соревнований. У него отсутствуют фары, поворотники, зеркала, номера. Зато имеются огромные шипы на мотопротекторах для лучшего сцепления на льду. Участники делают их сами из строительных дюбелей. В общем, по обычной дороге на таком коне не погоняешь, вот и отрываются их наездники на соревнованиях. Это спортинвентарь, то же самое, что по городу ходить со штангой в руках. На мото-масленицу собрались более полутора десятков спортсменов из Котласа Коряжмой Республики Коми. Сегодня они взрослые, серьезные мужчины. А впервые хлебнули мотоадреналина примерно в таком же возрасте, что и самый юный участник соревнований Степан Живоедов. Ему 13. Мотоспортом увлекся год назад. Родители поддержали. Купили сыну кроссовый мотоцикл. 13 лет уже можно ездить на мотоцикле? У тебя права есть. Ты не нарушаешь сегодня правила? Нет, это спортинвентарь считается. На нем нельзя ездить по дорогам общего пользования. По условиям соревнований в одиночном заезде «Оупеншипы» за 15 минут нужно было намотать как можно больше кругов. Это лучше всех удалось Василию Саламатову из Коряжмы. Впервые за много лет в гонках приняли участие мотоэкипажи. Здесь особая роль у второго гонщика. Он стабилизирует мотоцикл своим весом, чтобы тот не опрокинулся. Заезд мотоциклов с колясками начался, когда трасса была уже разъезжена. Потому они увязали в снежном месиве и выкидывали на поворотах ездоков. Кстати, все мотоциклы с колясками собраны в местных гаражах. Например, Александр Андронов конструировал железного коня почти 10 лет. В итоге пришел вторым. А вот мотоцикл-победитель его наездники Вадим Сверчков и Василий Мокрецов собрали за несколько дней. К сожалению, участникам третьего экипажа не повезло. После тренировочного заезда сломался мотор, и они не смогли выйти на старт. Хотя до заезда авторы конструкции возлагали на нее огромные надежды. Расскажите нам про Ваши чудо техники. Что-то оно как-то выглядит совсем непрезентабельно. А ездит так же? Ну, нет ездит, а хорошо. Как настроишь, так и будет ездить. А что это такое? Вы сами собирали? Да. Это подобие профессионального кроссового мотоцикла с коляской. Двигатель, к примеру, отечественного мотоцикла «Урал». Еще советской сборки. Тут все железное. Тут все мотоцикл «Урал». Просто немножко видоизменен. Мото «Масленица» прошла после женского праздника. Потому все победы эти отважные гонщики посвящали своим дамам. Которые хоть и смирились с опасным хобби мужей и сыновей, но не перестают переживать во время каждого заезда. Сын Василий, он ездит и на «Буранах» ездил, и на мотоциклах. Всегда занимают вообще-то призовые места. А вы всегда за него болеете? Всегда. И всегда его благословляете? Всегда ездим с ним все время. Переживаете? Конечно, переживаю. Официальное соревнование проводится для популяризации мотоспорта. Но каждый из его участников выходит на старт далеко не за этим. И даже не грамоты ради. На ледяной трассе в снежном бездорожье отчаянные сорвиголовы выплескивают адреналин и вкушают пьянящий вкус настоящей свободы. А сейчас окунемся в главный женский праздник – 8 марта. На железнодорожном вокзале отметили необычно. В этот день всех пассажирок встречали песнями и цветами. Вот так, задорно и эмоционально исполнив свою песню, этот маленький казачок поднял настроение всем женщинам, кто по воле судьбы оказался в международный женский день на Котласском железнодорожном вокзале. Такое гостеприимство Котлашан поражало всех без исключения. Для транзитных пассажирок и тех, кто специально пришел в зал ожидания посмотреть концерт, юные артисты читали стихи и пели. Все о женщинах. А еще, помимо музыкальных сюрпризов, всех представительниц прекрасного пола они от имени «Железной дороги» одарили тюльпанами. На протяжении всего 2018 года железнодорожники радовали Котлашан и гостей города яркими мероприятиями на вокзале Котлас-Южный, постепенно превращая его в один из центров притяжения культурной жизни. Этот год всех нас уже удивляет. Не только 8 марта, но и все большие праздники будем традиционно проводить на вокзалах, для того, чтобы люди знали, видели и чувствовали себе заботу о том, что для нас пассажир очень важен. Эту позитивную заботу железнодорожников 8 марта на себе без сомнения ощутили все дамы, кто побывал на концерте на вокзале. С тюльпанами и, главное, с прекрасным весенним настроением они отправились в путь дальше. А теперь немного криминальных новостей. Котлашанка решила подзаработать на праздничной дате 8 марта. А в итоге осталось без 200 тысяч рублей. Перед праздником потерпевшая заказала в интернете через фирму Funflower цветы по привлекательной цене, видимо, намереваясь их перепродать. За заказ она перевела 216 600 рублей. После этого фирма оборвала все контакты с котлашанкой. По указанным телефонам дозвониться заказчица не смогла. Примечателен тот факт, что если вбить в поиски название фирмы Funflower, то первая же ссылка ведет на сайт с негативными отзывами. Пользователи прямо называют поставщиков мошенниками. В среду 13 марта в Котласе пройдет концерт австралийской звезды Милены Барретт. Музыкальные критики и обычные слушатели говорят о певице как о совершенно уникальном явлении на современной блюзовой сцене. Удивительный талант, который просто невозможно уместить в какие-то рамки. Где бы ни выступала Милена в Лондоне, Мемфисе, Сиднея или Москве, каждый раз для слушателей это незабываемый опыт, который они готовы переживать снова и снова. Аккомпанировать певица будет известный российский гитарист Вадим Ивашенко. Концерт состоится в арт-клубе «Пилат» 13 марта. Начало в 19 часов. На этом у меня все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации, прогноз погоды и афиша культурных мероприятий. Плодотворной вам рабочей недели. Увидимся. А ваша одежда готова к весне? Химчистка «Лавандырия К» поможет привести ваши вещи в порядок и подарит скидку 15% на чистку верхней одежды каждому. «Лавандырия К» на Ботвинском шоссе 8. 16 марта в ДК города Котлас и 17 марта в ДК поселка Вычегодский с 9 до 18 часов пройдет выставка продажа «Все по карману. Город Киров». Домашний текстиль, трикотаж для всей семьи по очень доступным ценам. Увлекательно и познавательно проведи время в Планетарий Скайпарк. Аттракционы, обучающие фильмы, всего более 40 программ с эффектом полного погружения в формате 3D без применения очков для детей и взрослых. Принимаются коллективные заявки и действуют скидки. Возможен выезд. Скайпарк на третьем этаже ТРЦ «Столица» каждые выходные с 10 до 21 часа. Спонсор метеовыпуска – Супермаркет «Адмирал». Актуальные товары, выгодные цены в Супермаркете «Адмирал». Для бодрого начала дня возьмите кофе «Тудэй» в зернах или молотой по 186,80 за упаковку. Колбаса «Вязанка» классическая – 285,50. Сардельки «Стародворские» тоже «Вязанка» – 281,10 за килограмм. Минская от «Агромясопрома» – 135,20 за 210 граммов. Соусы «Махеев» в ассортименте по более чем выгодной цене. Меньше 40 рублей упаковка. Рожки от «Макфа» по 35,70. Уже готовые мучные смеси для блинов и оладьев марки «Пудов» – новинка. Для здорового питания в отделе заморозки тоже найдется новинка пельменей, при производстве которых вместо муки используются овсяные отруби. Хорошая цена на кукурузу и горошек «Бандюэль». Супермаркет «Адмирал». Выгодные покупки каждый день. Во вторник, 12 марта, в Кутласе будет облачно, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха от минус 1 до плюс 1 градусов. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Впервые в школе искусств «Гамма» пройдет концерт класса сольного пения Марины Поповой, которого так долго ждали, с участием ведущих солистов города Полины Хлебутиной, Арины Лоскутовой, Эльвиры Филатовой. Приглашенные гости – образцово-хореографический коллектив «Ассорти», театр танца «Кураж». Приходите 16 марта в 15 часов в большой концертный зал школы искусств «Гамма». 16 марта в 15 часов Котласский дворец культуры приглашает поклонников джазовой музыки на незабываемую встречу с оркестром «Джаз-экспресс». В программе также примут участие группы «Архангельск Джаз Фрэнс», «Джаз Трио». Солисты Светлана Юрикова, Татьяна Демичева. Концерт станет настоящим подарком для всех любителей джаза. Справки по телефону 525-15 и 254-46. 15 марта Котласский приглашает всех друзей на свой день рождения. Праздничные представления пройдут в Котласском ДК с 10.30 до 18 часов. Поздравить кота придут сказочные герои – конфеты-великаны, шоколадки-гиганты и даже супер-киндер-сюрприз. Билеты уже в продаже, принимаются коллективные заявки. Справки по телефону 525-15 и 254-46. Единый центр помощи автомобилистам «Аверс» – это оформление ОСАГО от разных страховых компаний без дополнительных сборов и комиссий. Персональный подход клиенту. Здравствуйте, с вами Дмитрий Старцев. По роду своей деятельности при общении с клиентами отвечаешь на различные вопросы. И сегодня я собрал несколько вопросов и кратко отвечу на них. Первый вопрос. Как оформить мое имущество на дочь, чтобы ей не пришлось в последствии делиться с мужем, если вдруг между ними произойдет развод и раздел имущества? Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака, в порядке наследования или иным безвозмездным сделкам является его собственностью. Поэтому в данном случае можно оформить на дочь договор дарения, завещание, а можно ничего не делать, тогда наследство будет получено в порядке наследования по закону, с некоторыми нюансами при наличии других наследников. В любом случае этим имуществом будет владеть только ваша дочь. Просто необходимо понимать, что перечисленные способы передачи наследства совершенно отличаются друг от друга. Второй вопрос. Моя жена взяла кредит на 20 тысяч рублей под очень высокие проценты. Никак не можем рассчитаться, на нас вышли коллекторы и звонят каждый день по многу раз. Звонят даже ночью, угрожают расправой и пугают. Кроме того, угрожают нашему малолетнему ребенку. В данном случае спрашивают человека, что делать. Действия коллектора, конечно же, не правомерны. Они вправе информировать должника о сумме задолженности, но применять насилие в любом его проявлении, будь то психологическом или физическом, естественно, не имеют права. Деятельность коллекторов была урегулирована на законодательном уровне с принятием закона, вступившего в действие в начале 2017 года. В 2019 году официальный текст данного законодательного акта может претерпеть ряд изменений, так как на рассмотрении в Госдуме в настоящий момент находятся два законопроекта, признанные решить права должников. Согласно закону, коллекторы не имеют права звонить более одного раза в день, более двух раз в неделю и всего более четырех раз в месяц. Звонить с 22 часов вечера до 8 утра, а в праздничные дни с 20 часов вечера до 9 часов утра. Писать сообщения более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю и всего более 16 раз в месяц. Устраивать различные встречи, чаще одного раза в неделю и, конечно же, с вашего согласия. Им нельзя общаться, включая звонки и сообщения с несовершеннолетними, недееспособными, инвалидами первой группы и пациентами в больницах. Звонить родственникам и близким должника, если на то не получено согласие от самого должника и его родственников или близких. Звонить и писать смс, включая письма на электронную почту, коллекторы могут только с открытых номеров, сказав или написав свою фамилию, имя, отчество и название агентства. Незаконны любые действия коллекторов, в результате которых информация о задолженности становится известной окружающим. Это, например, надписи на стенах в подъезде. В вашем случае советую обратиться с заявлением в полицию или направить жалобу в прокуратуру. Третий вопрос. Можно ли оспорить кадастровую стоимость принадлежащего мне жилья? Оспорить кадастровую стоимость жилья можно в судебном порядке. И возникает этот вопрос, когда для собственника очевидно, что кадастровая стоимость завышена и он заинтересован в снижении налога на имущество. Для этого в течение пяти лет с даты внесения в кадастр недвижимости, так называемой ИГРН, оспариваемой кадастровой стоимости, вы можете подать соответствующее заявление, но при условии, что на момент обращения в суд не определена новая кадастровая стоимость и не изменены характеристики недвижимости, которые повлекли изменение кадастровой стоимости. В случае уменьшения кадастровой стоимости, соответственно, уменьшится и налог на это имущество. Если с заявлением обращается юридическое лицо, то рассматриваться дело будет в арбитражном суде. А если обращается физическое лицо, то рассматривает данное дело суд общей юрисдикцией. Слышала, что в детских садах и школах должны ввести так называемые утренние фильтры в период подъема заболеваемости гриппом и вирусными заболеваниями. Так ли это? Действительно, еще в 2018 году главный санитарный врач Российской Федерации в постановлении о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов подписал ввести утренние фильтры в детских образовательных организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Именно эта мера принята для того, чтобы повлиять на уровень заболеваемости и оградить здоровых детей уже от заболевших, но и обеспечить своевременную помощь заболевшим детям. Это только одна из мер, которые должны осуществляться в борьбе с возможной эпидемией. Кроме того, постановлением рекомендовано не только обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе по приостановлению учебного процесса, введению утренних фильтров, но и обеспечить наличие необходимого оборудования и расходных материалов, термометров, бактерицидных ламп, инфекционных средств, средств индивидуальной защиты для сотрудников. Так или иначе, меры должны быть приняты, и прежде всего это осмотр ребенка. Если у него есть признаки заболевания, насморк, температура, кашель и так далее, то его смогут не допустить в детскую образовательную организацию, и безусловно эта мера направлена на охрану жизни и здоровья, в первую очередь детей. Но постановление коснулось не только наших детей, но и нас, взрослых. Руководителям организаций, независимо от организационно-прорывовой формы, рекомендовано организовать иммунизацию сотрудников против гриппа, принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ рекомендуется принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты от органов дыхания, от заражения. Это медицинские маски. На сегодня у меня все. Берегите себя, своих близких. До новых встреч.